Как стартовал сбор, все ли в строю, все ли здоровы? Ну, все в строю, да, слава Богу, все приехали, кроме Кривцова, который уже до игры еще, в принципе, до игры, который он сейчас травму получил. Он уже играл с проблем, проблемы у него были уже, поэтому мы решили не вызывать еще до этой игры, плюс еще и травму получил. Все остальные доехали, слава Богу, да, есть небольшие, даже не повреждения, недомогания, скажем так, где-то у кого-то что-то потягивает, я думаю, за два дня, сейчас пару дней еще есть, сегодня была восстановительная тренировка, завтра тоже кое-кому еще дадим паузу, и через день, через два уже будет все в строю, я думаю. Перед матчем с Киргизией вы говорили, что не будете нагружать игроков излишней теоретической информацией про соперника, вот как теперь в случае с Таджикистаном и Узбекистаном, будет ли какие-то там серьезные разборы или в том же формате? Нет, разбор серьезный будет, наши игры с Киргизией, да, разборы именно Таджикистана и Узбекистана, то же самое, то что я говорил перед Киргизстаном, сейчас ровно то же самое, то есть отталкиваться, понятно, показать какие-то сильные стороны соперника, да, их покажем, но какого-то там досконального разбора, я думаю, что не имеет смысла делать, потому что все равно по-любому. Я хочу, чтобы мы играли так, как мы хотим играть, неважно соперник, поэтому досконального разбора не будет, да, естественно, покажем, что какая угроза или возможности и Таджикистана, и Узбекистана, больше все равно надо отталкиваться от тебя, тем более, эти турнирные какой-то таблицы сейчас нет, поэтому я думаю, что смысла нет перегружать этими данными. Как в команде осваиваются новички, те вот полиции, которые первый раз были вызваны, и вот Владимир Сочевой, про которого все говорят, что вы можете про него сказать, это феномен или талант, или просто вот пока везет на этом отрасе? Как осваиваются, не знаю, Сочевой приехал сегодня ночью, вечером, первый раз я сегодня его увидел на тренировке, так же, как он своих товарищей по команде первый раз увидел, так что не знаю, пока еще с освоением. Не готов ничего ответить по поводу феномен, талант, пока вот так, а феномен это или талант, это посмотрим уже со временем, то есть еще полгода, по-моему, не прошло, как он начал играть в премьер-лиге, поэтому пока вот так, слава богу. Будет продолжать так, ну дай бог. Ну впечатление, какое первое оставляет? Вот вы его увидели, такой действительно простой парень или? Ну нормальный парень, как и все, а кто здесь ненормальный? Все нормальные, обновенно нормальные. Головинный и Миранчук, которые не вызваны, по какой причине? По той же самой, что тогда было? По той же самой, плюс еще и ко всему, то есть если у нас все игроки, которые вызваны сейчас после игросборной, еще у всех есть еще и кубок, по два матча на кубок у всех команд, у всех футболистов. У них сейчас выходные, ну пауза у них в чемпионате, соответственно им дали отпуск, после которого они будут играть уже без перерыва, там до июня месяца, поэтому, опять же, мы их знаем, мы понимаем их сильные, сильные стороны, если они нам будут нужны в будущем для того, чтобы помогать, потому что они приедут и помогут. Они сейчас готовы были, в принципе, приехать и помочь, но просто думаю, что не имеет смысла с точки зрения их нагружать, и второе, дает возможность вызвать других игроков, с которыми мы бы хотели познакомиться. Чемпионат мира, сколько матчей планируете посмотреть и за кем будете особенно следить? Планов у меня нет никаких именно конкретно, что вот этот матч я обязательно посмотрю, ну на групповом этапе я имею в виду, там я думаю, что четвертьфинала, полуфинала, естественно, наверное, все придут. Ну, придется или хочется посмотреть, пока вот на групповой стадии, что-то попадется, будет время, дети будут спать, ну, посмотрю, что-нибудь. Дети спать не будут, будут мешаться, поэтому не буду смотреть. Сборную какую-то отдельную для себя вы выделяете на этом турнире? Да, нет, фавориты, ну, наверное, как обычно, наверное, в принципе, там, ну, как обычно. В Бразилии, Аргентина, Испания, скорее всего, там, не знаю, Франция по игрокам тоже, да, там, соответствуют уровню, ну, какие-то проблемы там вроде бы есть, опять же. Ну, честно говоря, что я слежу за какой-то сборной, но нет такого. Ну, вот, нынешняя сборная России, чисто теоретически, если бы сейчас летела бы в Катар, на какой бы результат она могла рассчитывать, и с кем бы вам было бы лично интересно сыграть против какой сборной? Да, против любой топовой сборной было бы интересно. Любой. А любая сборная для нас, это начиная от Дании и заканчивает Бразилией. Так что, любой. А какой результат, без понятия. То есть, надо было бы понять, кто к нам прием. Кого мы вызвали на сбор, кто в каком состоянии, кто на сколько готов. Тогда можно было рассуждать. Сейчас это абстракция. Михаил Галактионов, которого назначили тренером Локомотива, ваш коллега по молодежной сборной. Как считаете, насколько ему тяжело сейчас будет, учитывая какие проблемы в Локомотиве, учитывая, что он еще совмещает работу в молодежке, или как бы все нормально, и это шаг вперед больше? То, что это шаг вперед, это понятно для него. Насколько проблемы или не проблемы, не ко мне вопрос. То есть, когда, наверное, перед тем, как подписывать с Локомотивом контракт, наверное, он все понимал, и все взвесил, все проанализировал. Я этим не занимался, поэтому мне сложно сказать, какие там проблемы в совмещении с молодежкой. На данный момент, слава богу, для Локомотива и для Миши сейчас, я думаю, что не мешает абсолютно. То есть, да, да, естественно, психологически. Сейчас бы я два дня, два-три дня мог выдохнуть, отдохнуть, не думать о футболе, так скажем, а приходится, ну, приходится. Отдыхать не получается, потому что занимаешься командой. С этой точки зрения, да, тяжеловато, наверное, психологически. Ну, небольшая такая загрузка сейчас, слава богу, чтобы это мешало совмещению. Доехали. Доехал ли Кривцов и кто-то, может быть, еще не доехал ли? Кривцов не доехал, он и не должен был доезжать. Мы его до, еще до этой игры, где он получил травму, то есть, уже понимали, что играет с проблемами, играет чуть ли не на уколах, поэтому решили уже не вызывать до этой игры. Поэтому доезжать не должен был. Единственное, кто еще не доехал, но доедет, это Далер Кузеев. После игры с Вагилом доедет. В Душамбе. Олег Георгиевич, в начале ноября вы продлили контракт со сборной России. Как вообще прошли эти переговоры и насколько, не знаю, вы осознанно подошли к этому решению? Потому что недавно вы говорили, что вы уже устали от футбола, просто. В смысле устал от футбола? Ну, о том, что вы могли сейчас бы отдыхать семьей, а в итоге в Новогорске. Ну, да. И что? Ну, вероятно, это было в содержательном интервью Спортэкстрасе, да. Видимо, да. Не знаю. Вопрос, с чего это вопрос, по поводу усталости. Да, усталость она сейчас у меня, наверное, да, она присутствует, но это нормально. Перед отпуском всегда она присутствует. И чем ближе отпуск, тем больше усталости. По переговору, в принципе, как таковых их и не было. Ну, если по-другому поставить вопрос, в чем мотивация сейчас продлевать контракт на столь длительный срок, со смутными перспективами нашей сборной, непонятными? Что у нас будет, как у нас будет? А какая мотивация не продлевать? Что ты не конкретизируешь? Нужно было отказаться, когда предложили? Нет, ну, возможно, попробуйте. Ну, увы, заказа Армения вас, например, приглашала, которая участвует в международных соревнованиях. Ну, так я на всякий случай, во-первых, россиянин и Тарас, во-вторых, сборная России, это два для начала. Это как минимум. И еще и Ростов. Это третий. Взвесив, взвешивая, даже вы, если взвесите все эти факты, наверное, придете к правильному угоду. А были другие звонки и предложения, кроме Армении, может быть, я немножко не понял, что это означает? Кузяев приедет после игры с факелом. Вообще, тут сборный, ну, сбор клуба должны отпустить футболистов. Да, может, Кузяев будет играть в Воронеже. Должны, я, ну, естественно, они попросили, не я, естественно, инициировал, так скажем, да, они попросили, я пошел на встречу. Почему? Ну, потому что мне так захотелось. А если попросят другие, допустим, ну, кто? Ну, если бы у кого-то вызвали из Воронежа. Тогда бы и Воронеж, да. Если бы отпустил бы Кузяев, тогда бы из Воронежа тоже отпустил бы. Ну, то есть, Зенит просил только отпустить Кузяева? Да. А почему вы сочли, возможно, пойти на встречу? Ну, потому что на матч с таджиками он не планировался. Вы не планировали его вообще на основной состав? С таджиками нет. Хотя сейчас основной состав, знаете, разное. Нет, именно. С таджиками нет. А почему? Потому что он планируется на Узбекистан. Ну, то есть, вы считаете Узбекистан более серьезным соперником? Нет, потому что я планировал его на Узбекистан, а кого-то на Таджикистан. И планирую. Ну, это как было запланировано, так и все осталось. А чего зависит? Кого вы планируете на одну игроку, а на другую? Очень много факторов. Кто-то сыграл 12-го числа, кто-то сыграл 13-го числа. У кого-то есть противопоказания играть на искусственном газоне, например, в Таджикистане. Поэтому кто-то не будет по этим показателям играть. У кого-то есть сейчас, на данный момент, есть небольшие проблемки, так скажем, недомогания, которым тоже нежелательно играть через 3 на 4 на искусственном газоне еще 90 минут, поэтому состав больше выбирается даже, исходя из этого. У Кузяева есть противопоказания, да? На искусственном нет. Не думали, кого-то вместо Кузяева пригласить? Нет. У нас так 20... С Кузяевым 25. Я футболиста беру. Я правильно понимаю, что Сергей Богданович набрал и сказал, мне нужен Кузяев, иначе без Кузяева факел не обыграть? Нет, не Сергей Богданович. Не общался с Сергеем Богдановичем. Ну, то есть кто-то из «Зенита»? Александр Иванович. Медведев. То есть Александр Иванович формирует состав «Зенита»? Это ваш долг с ним, общайтесь, не знаю. Мои домыслы, да. Мои домыслы. По поводу соперников. Почему эти соперники участвовали в любом? Может быть, был какой-то выбор? Не было. Ну, то есть в явочном порядке вам сказали все? Сереж, я этим не занимаюсь. Мне говорят, есть возможность сыграть с Таджикистаном. И с Таджикистаном. С Таджикистаном тогда-то, с Таджикистаном тогда-то. Нас устраивает, я говорю, а другие варианты есть? Он говорит, ну, пока нет. Ну, значит, эти. Очень просто все. А почему отвалился вариант с Ираном? Если сбой, то еще более-менее понятно. Не знаю. Не ко мне вопрос, ребят. Я не знаю. Я тренирую и все. Да мне неинтересно. Ну, отвалился, отвалился. Ну, из-за чего мне какая разница? Все-таки 25, получается, полевых. Вы сказали, что Кузяев добавится к Узбекистану. То есть кто-то из игроков отвалится, да, перед Узбекистаном. Ну, в смысле, покинет сборную после команды. Нет? Ну, если бы Кривцов был, было бы 20. 30 не сходится или что? Нет, 30 уже сошлось. Кривцов просто ушел. Все будут до конца сбора, все будут все вместе, да. Маснийцы опубликовали, что они сыграют с россиянами. Насколько стало для вас ожидаемым? И все-таки там было учтено, что в будущем могут провести встречу со командой России. Нет ли, может быть, какой-то обиды? Или все-таки понимаете, что такой матч ожидаемо не состоялся? Ну, как бы не состоялся, не состоялся. Могу бы это предполагалось, могло бы быть так. Ну, да, могло бы быть так. Вот сейчас в данной ситуации, не знаю, чему вообще удивляться. Можно чему-то или нет? Я уже ничему не удивляюсь. Как вы отнеслись к такому довольно прагматичному подходу к сборной, как у Романа Зобнина, который сказал, что в нынешней ситуации он не будет играть за национальную команду, насколько я правильно. Нет, он сказал о том, что у него есть хронические проблемы со здоровьем, он попросил его не вызывать. Но при этом в матче за «Спартак» он все-таки выглядит здоровым человеком и показывает очень хорошую игру. Не кажется ли вам, что здесь есть некоторые несостыковки? Нет, мне не кажется. Почему? Я играл за «Сельту» после чемпионата мира, играл еще за «Сельту» и зрялся «Седат». Вернее, зрялся «Седат» еще играл, и что? Ну, играл за сборную, уже отказался играть, потому что мне не хватало сил. Не стыковка? Нет. Также, возможно, ему, если бы он сейчас играл за «Сельту», возможно, не так бы ярко играл за «Спартак». Ну, он был существенно за «30» в тот момент, когда вы… это было после чемпионата мира 2002 года. Ну, не существенно, «33» всего-то было. Ну, «33», извините, а «Роману «30» нет. Ну, не существенно, я к тому, что не существенно, не «38». Ну, то есть мы не предполагаем здесь некого лукавства или просто «Роман» не говорит нам что-то. Ну, спросите у него. Ко мне какие вопросы? Не было ли от других футболистов подобных пожеланий, что сейчас пока сборная не играет официальных матчей, то, может быть, может быть… Нет, не было. Ну, то есть тех, кого мы вызываем, не было. Валерий Кирович, оба матча мы играем на выезде. Почему не получилось договориться, чтобы провести их здесь, в России, чтобы свои болельщики пришли? Может, какое-то пожелание у вас было? Вот вы думаете… Вот реально, ребят, ну, вот правда, что за дебил всех держите. Вот вы думаете, что никто из нас, начиная от Александра Валерьевича и заканчивая там последним человеком сборной, не хотим сыграть в России? Хотим. И почему это не происходит? Можно я спрошу вас? Ну, вы как думаете? Логистика. Вы как думаете? Правильно подсказываю. Ну, только все так… Ну, что вы вот вопросы такие задаете? Мы хотим, естественно, нам бы хотелось сыграть с кем угодно, но в России. Но сюда в Россию к нам никто не приезжает. Что непонятного? В смысле, самолет летит против ветра или что? Я понятен, может, трудно ехать. Давайте потом… Адиев говорил, что уже в следующем году можем сыграть с Казахстаном. Был ли такой вариант, может быть, на этот период? И уже может быть известно вам о планах в следующем году игры сборной? Ну, именно только про Казахстан. Про Казахстан ничего не знаю, первый раз слышу. Если получится сыграть с Казахстаном у нас в следующем году, ну, дай бог. По поводу планов, ну, ребят, ну, как будто вы, я не знаю, как будто живете не в нынешнее время. Какие планы могут быть? Завтра может еще что-нибудь случиться. Что угодно. В Кыргызстане был очень теплый прием, очень много болельщиков в сборной встречали. Вот что, чего-то подобного вы ожидаете сейчас от Узбекистана и Таджикистана, потому что там тоже показывают РПЛ и там тоже популярность у наших футболистов довольно высокая? Ну, там я, смотря, честно, не ожидаю и не думаю про то, как нас там будут встречать. Будет так же, будет хуже или будет лучше, как бы там. Ну, наверное, да. Наверное, да, все эти… все бывшие республики, назовем так, а сейчас это суверенное государство. Естественно, все равно хочешь не хочешь, понятно, связь какая-то с Россией есть и РПЛ, как вы говорите, они смотрят и знают многих игроков. И там Узбеков достаточно играет, играла, играет, начинает Шумуродова и Уруновым играет в нашем чемпионате. Так что понятно, что смотрят, следят и, наверное, какие-то Узы все-таки остались. Да, Валерий Георгиевич про Шумуродова после того, как стало известно, что мы все-таки сыграем с Узбекистаном, списывались с ним по обоим поводу. Может, он вам что-то написал там, ждите, что я вам забью или что-то такое. Было ли у кого-то с ним общение? Нет, не было. На прошлых сборах не всем удалось сыграть за сборную, в том числе Чалову, например. В этот раз четыре нападающих, два матча. Может быть, тогда еще обсуждали с Чаловым, что почему он не вышел? Я уже не обсуждал. Не обсуждали. И, может быть, в этих матчах у него будет шанс сыграть, учитывая, что может быть... Я думаю, что будет, да. Продолжение контракта обычно сопровождается неким разговором о задачах, о целях и от того, чего от вас хотят. Господин Дюков в этот раз что-то подобное говорил? Ну, продолжать то, что нравится кому-то, это не нравится. Задача, как таковая задача. Какие-то турниры, задачи, естественно, нет. Ну, задача подготовить на будущее, ну, так, на ближайшее будущее, не говорю там про через три-четыре года хотя бы, но иметь понимание хотя бы та команда, которая может быть там через полгода. То есть в любой момент, в тот момент, когда он случится, если он случится, когда нас вернут, иметь понимание того, что у нас на подходе, так скажем. Поэтому и вызывали там на тот сбор, по-моему. Десять было новичков, дебютантов, кого в сборную не вызвали, это раз, по-моему, семь-восемь, наверное, человек. Так скажем, идет селекционная работа, если так можно назвать. В обычных сборных этого не происходит, потому что все время есть какие-то турнирные задачи. Сейчас, это не слава богу, естественно, но сейчас такая возможность есть. Поэтому просмотреть, почувствовать, потрогать, так скажем, поработать с ними, с футболистами, которые, если бы у нас были турниры и задачи, наверное, мы бы их. Не смогли в таком количестве пропесочить, так скажем, просмотреть. Поэтому эта задача стоит и осталась. Ее надо будет осуществлять потихонечку. По поводу Сергея Пеняева. Если бы были как раз турнирные задачи, был бы вызван он? И как оцените, может быть, его прогресс в целом? Говорят, не знаю. Ну, понимаешь, когда вызываешь игрока, какого-то игрока, то есть надо смотреть еще не только этот игрок хорошо себя проявляет, его вызовем. Посмотреть, кто на его позиции будет. Играл бы, если бы были официальные игры. Возможно, приехал бы. Ну, невозможно, если бы в порядке был, приехал бы Головин, приехал бы Миранчук еще. Приехали бы, возможно, и футболисты, которым сейчас уже за 30. Мы сказали, что пока смысла нет того же Смолова, знакомиться со Смолом. Мы его и так, я утрирую, Смолов или там, любую другую фамилию назовите. Возможно, мы тогда вызывали игроков более опытных. Поэтому абстрактно рассуждать, кого бы мы тогда вызывали в том случае, ну, это смешно. По поводу Скопинцева я бы хотел задать вопрос. Ну, понятно, что сейчас уже, наверное, поздно вызывать, но вчера забил великолепный гол. Блестяще выглядит, лучший игрок матча. Вы и раньше его не вызывали, и сейчас. Почему? Чем вам так немел Скопинцев? Ну, то, что я сказал, потому что я с ним знаком очень хорошо. Во-первых, во-вторых, вчера он играл, потому что Локсальт не играл, а до этого играл Локсаль все время. А он не играл. Ну, как вариант. Какой ответ устроит? Ну, Локсальт тоже нерегулярно, он убирал Локсальта из состава. Последние матчи нет. Играл Локсальт до нашей игры простой. Ну, то есть уровень Скопинцева, он недостаточно хорош для... Ну, я его знаю. Скопинцева я знаю, уровень Скопинцева я знаю. Вы сказали про его? И не только уровень Скопинцева, здесь еще не только... Не для этого вызываем посмотреть на уровень футболиста. Можно уровень плюс-минус, можно и по игре понять. Ну, это витает в воздухе, вот никто это прямо не говорит, но по тому, что говорят футболисты, Георгий сказал о том, что, может быть, мы щупаем Азию, мы третью игру подряд в Азии проводим. Понятно, что, как коллеги говорят, логистические причины его снят ощущение, что планом сборной на отдаленную перспективу становится 26-й год и отбор в Азии. Ну, у меня ощущений таких нет, но если вот так будет, значит, так будет. Вы не говорили об этом господину Дюку? Ну, по поводу не говорили, а играем мы с Азией, потому что это те, кто с нами соглашаются играть. Да, но такие вопросы нельзя нам может отрешать без главного тренера сборной, при всем при том, что это нанятый сотрудник. Если бы у вас спрашивали, если бы решение зависело от вас в том числе, вы бы согласились на переход в Азию? А другой вариант какой? Я бы тогда задал бы вопрос. Вариант жду на. А сколько ждать? Неизвестно. Ну, вот и ответ. Тогда давайте в Азию. Ну, по мне. Если вот такой вариант. Понятно. Олег Юрьевич встретил сегодня с утра здесь Анатолий Федорович Бышевца. Он говорит, что ситуация скоротечна. В общем, у него положительная такая видение ситуация, что все будет хорошо. И говорит, что нужно философски к этому относиться. У вас получается философски относиться к тому, что происходит? Я думаю, да. Ну, как видите, живой, здоровый, сплю, ем. Потому что философски отношу. Если не философски относиться, то ничего бы это бы я не делал. Можно ли говорить сейчас, исходя из того, кто вызван, что Спартак и Ростов становятся базовыми клубами сборной России? Ну, да нет. Я бы так не говорил. Это не потому, что они становятся базовыми. Ну, потому что там играет много россиян. Ну, вот и все, да. Будет завтра играть в «Зените» все россияне, которые у них есть. Будет «Зенит» базовым клубом. У вас тревожит ситуация с «Россиянами» «Зенита»? Да, конечно. Ну, то, что команда «Питер-Де-Жанейро». Конечно, тревожит. Ну, она будет «Де-Жанейро» или «Зенит-Мадрид», условно. Или «Зенит-Париж». Не важно. Потому что там «Россияне», играя там даже с Ростовом, ну, 8 сборников, потенциальных сборников, сидят на скамейке. Ну, конечно, тревожит. Вы общались с ними? Ну, с кем-то общался, да. С Бакаевым? С Бакаевым общался, потому что я его вызывал на сбор. На тот. Ну, как настрой? Как они видят ситуацию? Как ее видите вы? Возможно ли, я не знаю, тренировочной работой доказать, шансом воспользоваться и отвоевать себе место в составе? Или это как отвоевать место в составе у Паудини? Ну, тяжело. Тяжело. Но не невозможно? Ну, в этой жизни ничего невозможного нет, но тяжело, очень тяжело. Да, и они тоже понимают. Но они, когда контракт подписанных, понимали, в какую команду они идут. Вот при всем при том, что вы говорите о том, что да, мы смотрим тех, на кого можем, ну, как это, селекция, да, и сито. Вы понимаете, что любая неудача сборной все равно будет расцениваться как провал, критикой, при том, что кому мы проиграли, какому-то Таджикистану. Вы готовы к этому? Понимаю, да. Конечно, понимаю. К сожалению, это так. Для меня, к сожалению, это так. То есть мы остаемся в ситуации, когда сборная, ее результат является главным миром развития футбола в стране? К сожалению, это так. Когда нет Европы. Нет, мы же готовим сборную на будущее. Это как на сборах, вы на сборах, вы, опять же, вы, общественность, любите в январе, там, 20 января, после недели сборов, вы начинаете оценивать команду, начинаете каждого игрока оценивать. Ну, это правда. Вот примерно то же самое сейчас со сборной. Ну, зачем мы это оцениваем? Ну, тогда мы должны по-троцкому оценивать не результат, а процесс. Да. Да. Ну, процесс оценивать может человек, который находится в процессе. Ну, это, да, читатель должен оценивать, как мы снимаем, пишем, но не результат. В смысле? Ну, не репортаж, не интервью, то есть процесс, как мы печатаем, нажимаем на кнопку, примерно так получается. Ну, когда ты учишься, когда ты пришел, у тебя первая стажировка, тебя никто не будет оценивать твой первый репортаж. Вот никто не будет оценивать так высоко там или глубоко, вдаваясь. Ну, окей, для первого раза нормально. Вот и все. А когда-то уже 10 лет и репортажи все еще не те, тогда да. Вы говорили про возраст, Кременда и Терехов говорил также в интервью, что так как за 30 плюс уже не вызываются все. То есть все, кто за 30? Пока не слушайте, не слышите, что я сказал. Пока нет. Если бы нас вернули, у нас были бы официальные игры с задачами. Ну, то есть пока, если, я извиняюсь, что перебил, мы исходим просто, и вы исходите из формирования, от того, что с прицелом состава команды на тот турнир, откуда нас еще не исключили. Это отбор чемпионата мира 26-го года. Нет, ну, если нас включат раньше, ну, допустим, ну, вот вдруг, я не знаю, что случилось, и нас включили в отбор, начать Европу. Ну, вот вдруг, не знаю, что произошло. И у нас там завтра игра. Вот 30-летних, да, вот когда уже конкретно будут приглашаться игроки под задачу на эту игру. Ну, понятно, да. А не возникнет проблем, что будет, понятно, да? Смотреть, что готовить, там, или вернее, знакомиться, еще раз повторяю, там, с игроками, кому за 30, мы их и так знаем. То есть проблемы не будет, что сейчас вы работаете с одними, а потом придут, там, 5-7 футболистов за 30, с которыми вы уже не работали, там, условно, год. Я работаю, я работаю, я работаю, работаю сколько, два дня? Вот сейчас два дня, два дня перед Таджикистаном, и два дня мы побудем вместе, работаю, работаю, это громко связано, побудем вместе. Да, побудем вместе. И тут вдруг придет Смолов, которого в сборной не было до этого, до Хорватии, по-моему, 2-3 года, да? Ну, вы имеете в виду, с момента, когда месяц. Ну, да, там, когда сколько-то не было, он пришел и стал играть, какая проблема? Сычевой уже говорил, что любит пиццу сейчас, может быть, насчет, по этой теме ли общались, и вообще просто по поводу вызова, общались ли с Владимиром Сычевым? Нет, не общался. Вопрос был про пиццу, может быть, про пиццу. А про пиццу что? Ну, пиццу, я тоже люблю пиццу, все любят пиццу. Он признался, что не любит пиццу? Ну, тем более. Тогда, давай, определитесь, любит он или не любит. Как вы реагируете на то некое общественное давление, которое оказывается сейчас на футбол, ну, в том числе и депутатами Госдумы, госпожой Родниной, о том, что футбольные клубы надо закрыть, потому что они все убыточные и тратят государственные деньги. То есть, максимально завышенные ожидания от футбола, что вы об этом думаете? У кого максимально завышенные? У госпожи Родниной, у многих имидж футбола сформировался в том, что это вид спорта едва ли не нахлебников, что очень нехорошо. Ну, а у меня или у нас, у многих, и у вас, я знаю, завышенные ожидания депутатов от всех наших. Вот примерно то же самое можно ей сказать. Если она хочет, чтобы клубы зарабатывали, ну, дайте зарабатывать. Тогда сделайте так, чтобы не ходило по 8 тысяч на Ростов-Спартак или Ростов-ЦСК. Или Сочи-Спартак. Ну, как вариант, я не знаю, про Сочи сейчас не говорю, но я конкретно знаю, что в Ростове, если бы все было хорошо, было бы 40 тысяч, как это было в том сезоне. Или даже на игру с Оренбургом приходят по 30 тысяч в кубке. Ну, вот как вариант, дайте заработать тогда. Ну, это разговор ни о чем, а тем более с депутатами. Вам не кажется, что вот даже исходя из того, как играет сейчас ваш Ростов, что российский футбол не так плохо, как мы его привыкли считать. Играют ребята, которые, ну, в общем, первый-второй сезон проводят, совсем пацаны и неплохой результат. Что у нас есть резерв, что, возможно, ваша точка зрения по поводу лимита на легионеров, к чему сейчас привело, что у нас, допустим, в составе чемпиона страны 8 человек иностранцев, что она ошибочна, что нам нужен лимит на легионеров. Что нам нужно? Для чего? Чтобы играли молодые русские. Ну, вот сейчас лимит на легионеров, можно сказать, что сейчас лимит на легионеров нет. 13, может, 13 можно иметь. Мы уже понимаем условия, в которых мы оказались. И что? Ну, сейчас же как бы нет, но можно привезти. Ну, вот в Оренбурге... Кроме тех, кому платят X2, X3. В Оренбурге привезли сколько там человек? 6-7, наверное, 8, не знаю сколько. Вот. В Оренбурге привезли, играют. И хорошо играют. Ну, да, с хорошими заработными платами. Это уже я не в курсе, это вы знаете. Да. Ну, оценка просто молодых россиян. Вот мы проводим год в этих обстоятельствах, и у нас, на мой взгляд, достаточно много молодых россиян интересных появилось. Ну, интересных. Интересных или нет, опять же, это вот смотря на каком фоне оценивать. Оценки именно внутри, варя здесь, внутри, я думаю, что оценки какой-то международную мы не получим, к сожалению. То есть, да, на нашем уровне, на нашем уровне, в нынешнем уровне РПЛ, да, смотрятся многие неплохо, молодые. Ну, вам не хватает еврокубков для оценки в этом, я имею в виду? Ну, да, и игр сборной, и еврокубков, да, не хватает. Ну, чтобы оценить прям нормально. Ну, а так, да, так появляются, да. Что вы сказали футболистам на собрании? Обычно, ну, формулируете, может быть, какие-то цели. Мы ставим задачи непременно обыграть Таджикистан и Ужибристан? Ну, какую задачу я не ставлю, потому что, когда ты оприруешь, такая задача всегда стоит. То есть, в смысле, вы стоите? То есть, выходить на поле и не выигрывать? Выходишь на поле, играть, играть во что угодно. Хорошо, не на поле, играть во что угодно, я хочу выигрывать. Ну, как и все. Но, попутно с этим еще хотелось бы посмотреть, ну, лично мне, посмотреть, там, игроков выиграть. И еще хочется посмотреть игроков, те, которые там не так часто, уже были там, или долго были в сборной. Это понятно, что это есть какой-то риск, как это было с Кыргызстаном, с тем же, да? Ну, это мои, так скажем, проблемы. И потом вы, вы сейчас, я говорю, не на себя принимаете, а вы общественно начинаете кричать, орать. Какой же у нас, как же у нас слабая команда, и Кыргызстан в порядке в каком? Ну, окей. Может быть, там будет жесть замен? Что? В этих матчах будет только жесть замен? В этих, да. В этих, да. В Таджикистан имеешь в виду? Ну, да. А почему, в чем отличие от Кыргызии? Почему тогда вот игровали? Потому что тогда одна игра была только. А сейчас две игры, и тогда как раз из 25 человек, там, практически все сыграют. Потому что две игры. А если бы была одна игра, если бы была сейчас одна игра, то, наверное, скорее всего, так же по 45 бы играть. Сергей Пеняев, как все-таки оцените его отрезок? И можно ли говорить о том, что это именно заслуженный такой вызов получился, а не просто как вот просмотр, потому что молодой? Нет, я думаю, что, во-первых, знаете, так, просмотр просмотром, но заслужены те, кто каково мы вызываем просмотреть, они заслужили этот просмотр. Мне кажется, просто исходя из того, как сейчас складывается ситуация, что, ну, что ли, начинать мы должны с того, что мы ни в коем случае не сильнее Таджикистана и Узбекистана, равная с ними команда. Ну, да. Я тоже самое говорил про Мальту и про Кипр, например, ну, как говорят, что мы не сильнее, не слабее. И не Словакия, не Словения, не Мальта, не Кипра, с кем еще играли, с Хорватией, ни сильнее, ни слабее. Отсюда и отталкиваемся. И то же самое с Таджикистаном и с Узбекистаном, естественно. По-моему, Узбекистан тренирует с речкой Катаниц. Вы пересекались с ним где-то, нет? Не помню. Нет? Не помню. Не знаю. Игорь Витальевич, Игорь Витальевич Лосенькин на днях в интервью сказал, что Пеняев приехал из молодежки с щечками. Мы вообще общались с коллегами из молодежки. Приехал из молодежки? Из молодежки приехал с щечками, с плюсом по весу. А. Общались вообще с коллегами, как такое возможно? И что будете делать? Те что-то подобного не допустить. Ничего делать не буду. Уже все сделано, что еще делать? А там общались с коллегами? Нет, не общался. В общем, в структуре сборных возможностей человек приезжает не лучшим футболистом, а с плюсом по весу. Может быть, потому что у него была травма, может он три дня не тренировался. Почему нет? Может быть такое, да. Немножко контекстно. Да, естественно. Почему? Там он тренировался каждый день и играл по 90 минут, а здесь он, возможно, из-за чего-то почему-то не играл или не тренировался. Как вариант, в принципе, возможно. Плохо, да? Плохо. И что теперь делать? Олег, конечно, по поводу всех убить. Руслан Литвинов, он в «Спартаке» играет как центрального защитника, так и в опорной зоне. Вы его в какой роли рассматриваете? Посмотрим по состоянию других игроков, так скажем, кто может сыграть центральным защитником, кто может опорным, то то же самое, можно сказать, и по Барину. Это хорошо иметь таких игроков, которые могут сыграть, даже с учетом того, что у нас 25 полевых игроков, но все равно можно подвигать кого-то, передвинуть. То есть, можно тоже Захарян может сыграть на фланге, может сыграть опорным, но восьмеркой больше. И то же самое по Литвинову и Барину, посмотрим, кто в каком состоянии центральные защитники. Есть нужда, чтобы они играли центральными защитниками, иначе сыграет. Если не будет нужда, значит, сыграет на своих позициях. То есть, своя для Литвиновы это все-таки опорная? Ну, там и там, по-моему, смотрится неплохо. Поэтому, какая его позиция, не знаю. Олег Георгиевич, во время перемещений ваших по России вы смотрите кино? Бывает. Что последний посмотрели? Последний сериал смотрел. «Преступление». Советуйте? Да, прикольный. Я просто подвожу к сегодняшней громкой премьере. Я немножко... Преступление, это же... Я знаю «Преступление и наказание», как у Федора Михайловича, да? Это «Преступление» с Прилучным. А, ну да. Неплохой. Неплохой. Ну, прикольный, да. Да, сегодня же премьера с вами, где вы в главной роли. Как вам фильм и название? Вы знаете уже название? Ну, название видел, Карпин Валера, да? Любовь, приблизно есть. А вот это не видел. Да, это вот название фильма. Да, вот этого не видел. И фильма не видел, естественно, поэтому ничего сказать не могу. Будете сегодня на премьере? Ну, заеду, да. Ну, поглядим, да. А как вам съемочный процесс? Поглядите. Съемочный процесс? Как вам участие вообще в съемках фильма? Да ну, не было... Позвольте меня. Ну, это не художественный фильм, это документальный фильм, так что там, ну, типа, вот то, что я сейчас делаю, в принципе, плюс-минус. То есть, только другие камеры и свет другой, да, грубо говоря. А когда на улице, то такой же свет, так что, первый раз. Был ли что-то разговор, может быть, уже на будущее? То есть, я к тому, чтобы все-таки получить какой-то оптимизм, что сборная не живет одним днем на будущий год. Разговаривали ли с господином Дюковым, что будет? Что будет дальше? Да, ну, как нет, ну, обсуждали, что будет дальше, естественно, ни господин Дюков, ни господин Митрованов, ни один господин, по-моему, в мире сейчас не знает. Поэтому обсуждать, обсуждали, какие варианты могут быть, ну, да, говорили, но это все вилами на воде, так что смысла обсуждать даже нет. Может быть, так, да, а может быть, вот так, да. Никто, я думаю, что не знает сейчас. Сазонов вызван в главную сборную Грузии, да? Нет ли в связи с этим сожаления о том, что все-таки не заиграли за нас, или вы считаете, что те центральные защитники, которые есть у нас, сильнее? На данный момент, да. Те, которые есть сейчас, на данный момент, да. Потому что можно вырасти, может вырасти. Но он решил для себя, то есть, как бы, играть в заборную Грузию, ну, окей, вперед. Но все равно вызывается на товарищеский матч. То есть, в теории, все равно возможно будет. Ребята, ну, послушайте, это моя позиция, не позиция Федерации. То есть, я не знаю, может быть, у Федерации другая позиция. Моя позиция – уговаривать игроков играть за сборную России, уговаривать и упрашивать, не знаю, приглашать, там, не знаю, зазывать. Ну, это нафиг не нужно. Но это моя позиция, лично мое мнение. Если кто-то не хочет играть, захочет за другую сборную играть, за эту сборную не хочет играть, ну, не надо. Еще вопрос по поводу Пруцова с Денисовым. Они все-таки основные такие в Спартаке. Почему вы их отцепили? Потому что других игроков на их позиции вызвали. То есть они сильнее вот эти вот меньшины? Кого-то надо отцеплять. Решили по ним пока. Дальше видно будет. Хоть какое-то значение имеет то, что матчи, в отличие от Кыргызстана, они будут официальными и пойдут за счет FIFA? То есть очки за них Россия получит? Для вас? Ну, единственное, с точки зрения замен только это. Что-то поменяется с точки зрения замен. Я понимаю, что в большей степени из-за вас, не из-за вас конкретно, кто здесь находится, из-за мнения общественности, я бы поэкспериментировал, возможно, еще больше. Но так как вы начнете все гундеть, что мы опять там не так играли или проиграли, или еще что-нибудь. Ну, все-таки это поуважительнее надо гундеть. Ну, хорошо, высказываться. Хорошо, высказываться. То, что вы будете опять высказывать, показывать, высказывать свое недовольство, как же так. Ну, поэкспериментируем поменьше тогда. Ну, окей. Как раз у «Локомотива» совсем, может быть, не лучший отрезок. В каком состоянии приехали именно команды из «Локомотива» игроки, в том числе Баринов, Миранчук? В состоянии чего? В физическом и моральном? В физическом не знаю. Ну, по цифрам, по оценкам, то, что они показывают на поле, то, что данные к нам приходят. Ну, в принципе, как обычно. Психологически, ну, понятно, что не лучшее настроение. Ну, были у нас... Ну, опять же, это зависит от тура. Часто даже не... Сейчас бы они выиграли... С кем сейчас играли? «Локомотив»? У «Спартака». С «Спартаком» они выиграли. Сейчас бы они выиграли конкретно этот тур, даже при том, что они там сейчас на каком-то 13-м, по-моему, месте. Ну, сейчас бы они «Спартака» обыграли, были бы на 12-м месте, разницы особо никакой, но приехали бы счастливые и довольные. То же самое, что было со «Спартаком», когда приезжали после поражений каких-то в том сезоне, я имею в виду. С чем вы связываете то, что у нас... Я не скажу, что обилие, но у вас, по крайней мере, есть выбор нападающих. Причем нападающих, которые не просто играют в том самом составе, но на которых много забивают. Да, Сочевой, Соболев, Чалов, Камличенко. Ну, это супер история. Ну, слава богу. С чем вы это связываете? С тем, что они играют. Играют, и то, что футбол у нас сейчас, ну-ка, видите, в этом сезоне... Ну, я считаю, что и в прошлом сезоне уже началось это, и в этом сезоне это продолжилось. То есть футбол у нас стал более открытый. Иголов забивается намного больше, там, не знаю, в разы, по-моему, больше, чем... А тенденция с чем-то, что легионеры-защитники уехали классные? Нет, с тем, что клубы стали играть по-другому. Сейчас команд, которые играют в пять защитников в своей штрафной, ну, практически, наверное, там не осталось. Даже при том, что там Торпеда, Факел, команды, которые играют в пять, там всегда, там, Нижний Новгород, но они не играют в свою штрафную и не стоят в своей штрафной, как это было там раньше, так сказать. Ну, то все, мы не лига автобусов. Ну, вот в этом сезоне нет. Артем Дзюба все-таки понимает, что, может быть, не в ту тему чуть-чуть, но Артем Дзюба покинул, например, спор. Как вы думаете, просто все-таки будет ли он полезен клубам РПЛ? Просто и как ваше мнение, как... Спросите, у клубов РПЛ. Ну, может ли он продолжить? Просто именно, просто заиграть еще в РПЛ в силу возраста, в силу, может быть, игры, если, может быть, видели как-то... Ну, может, наверное, да, а почему нет? Ну, там, полгода назад он играл и сбивал. За полгода что-то смогло случиться такое сверхъестественное. Про форварду хочу спросить. Вот у вас нет ощущения, что вот тренеры, может быть, должны, ну, не оказать давление, а более жестко потребовать от судей, чтобы они давали бороться? То есть, чтобы вот таким габаритным ребятам, как Ваш Комличенко, как Сочевой, как Соболев, что, ну, дайте людям побороться, и тогда, возможно, у нас чемпионат станет другой, станет еще более интересным. Я бы не сказал про... я бы не говорил про нападающих. Или не только про нападающих. То есть, дайте бороться, в принципе. Не свистите постоянно. Хотя в этом сезоне, еще раз повторяю, в этом сезоне, мне кажется, стали... В этом отношении есть сдвиг. Стали меньше свистеть. Уже. Ну, и частенько не свистят то, что должны свистать, например, как с тем же Комличенко. Это уже другой вопрос. Это уже другой, сейчас про другое мы говорим. Что, в принципе, глобально, чтобы было меньше свистков, как это происходит, когда играешь в Европе. А то, что вот не свистят то, что должны это... Как с этим бороться? Ну, не должно же так быть, что того, что Комличенко рубит, а ему не свистят. Мне что сказать? Не знаю. Что так быть не должно, говорю, да, так быть не должно. У меня влияние есть, поэтому мне четыре желтых уже показали. Поэтому я с крыльцами уже игру пропускал. Вот все мое влияние. А поговорить там с Команцевым, еще с кем-то? Толку-то? Ну, толк какой? Ну, поговорю я с ними. У них отмазки есть на все. Год завершается. Кого бы вы назвали лучшим футболистом года? Бензима. В России. Ну, там-то уже все определено. Тут я с вами солидарен. В России. В России, пух. Даже не знаю сейчас. Сразу так на скидку. Бензима. Спасибо большое. Иностранцев считаем? Да. Если ни одного... То есть чемпионат, значит, РПЛ получается. Как вы считаете, лучше футболист России, хорошо, тогда и иностранцев. Вы Головина хотите назвать? Нет, Головина. Борис. Почему? Потому что в порядке. Малком, в этой части сезона, там, окей, там, Клоудиньо, окей, Промис. Вот этим, например. А если лучше россиянин? На русские игры? По-русски не буду говорить. Зачем я буду кого-то выделять из русских игроков? Ну, может быть, вы назовете, и у человека заработная плата возрастет. То есть, хороший человек. Зачем я буду тогда называть? Мне предъявят еще, ты сказал, теперь он денег просит. Владимир Георгиевич, два вопроса. Сейчас, пока нет Еврокубков, как вы думаете, будет ли возможность у российских тренеров переезжать в зарубежные клубы? Имея в виду, что, когда какие-то международные матчи, то, может, и посмотреть, как команда играет, и тренерскую работу тоже увидеть. И нужно ли это вообще российским тренерам сейчас переезжать работать в Европу? Вообще зарубеж. Еще раз, что значит, переезжать, работать, ничего не понял. Имей в виду, вот сейчас... На стажировку ездить, что ли? На стажировку и просто как работать в других странах, не в России. И нужно ли это вообще сейчас? И будет ли спрос без того, что только играем в своей лиге в РФЛ и в Россию? Честный вопрос, ничего не понял. Будет ли россияне востребованы в зарубежных чемпионатах? И если они будут востребованы, нужно ли им переезжать? Да, все так, конечно. Здорово, спасибо. С переводчиком надо ходить. Да, естественно, а почему нет? То же самое, как футболисты, российские футболисты играют в российском чемпионате, но могут уехать, играть за границу. Почему нет? Ну, я хотел просто завершить по поводу капитанов. Опытные игроки. Без понятия. А может, Пеняев будет. Пеняев? У вас, Женя.